В канун 23 февраля на базе физкультурно-спортивного центра Кубинка в Сосновке проходил третий этап военно-прикладного блока «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный знаменитому и во многом трагическому вяземскому десанту зимы 1942 года. Одновременно с этим событием организаторы провели круглый стол, на котором обсуждались вопросы становления и дальнейшего развития кадетского образования как начального профессионального образования государственной военной, правоохранительной и гражданской службы. Своевременность этой темы сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. Наша задача привлечь внимание общественности, руководства района, руководства области, конкретно правительства области, к тому, что наш район имеет достаточно хорошую, твердую базу для того, чтобы развивать именно кадетское образование в Московской области, в первую очередь у нас. Более ста лет назад великий князь Константин Константинович так описывал кадетский компонент в образовании. Военная подготовка, спорт, два языка, этика и эстетика, танцы, этикет общения, духовное воспитание. Без этого формирование полноценной личности невозможно. В 2017 году ожидается принятие федерального закона о едином кадетском образовании, а в 2020-м должен пройти всероссийский смотр кадетских корпусов. Логичным шагом было бы создание в Одинцовском районе, самым военизированном в России, своего корпуса или хотя бы его филиала. Но не все так просто. Сейчас реально финансировать подобные учреждения может только силовое министерство. Да, то есть тут даже вопроса о губернаторе будет, наверное, мало. Такие вещи решаются, разумеется, только в правительстве Российской Федерации. С этой целью, кстати говоря, мы и пригласили сюда и представителей Государственной Думы Российской Федерации, в правительство области. Мы надеемся, что благодаря им в том числе получится что-то решить. Россия – огромная страна с самой богатой в мире военной историей, с потрясающими военными традициями и, что всеми признано, лучшими солдатами. Поэтому грядущее возрождение служилого сословия, основанного в том числе на кадетских принципах верного служения Отечеству, выглядит и оправданным, и своевременным. Молодежь, которая сегодня воспитывается, она очень нуждается вот в таких вот организациях, которые бы были, работа у которых направлена на подготовку молодежи к защите своей Родины, Великой России. Тяжело оставаться беспристрастным, потому что я сам являюсь выпускником Суворовского военного училища, единственного гвардейского, Ульяновского. И считаю, что в определенное время в Российской Федерации немножко подзабыли, откуда рождаются настоящие офицерские кадры. Рождаются они здесь. Когда еще 14, 13, 12 лет, соответственно, все хотят стать космонавтами, военными, офицерами, носить форму. И на этом этапе очень важно, действительно, чтобы как можно больше таких организаций было, которые прививают патриотизм. Не тот патриотизм, которым кичатся в интернете, а настоящий, который в сердце живет. После того, как в ходе круглого стола опыт кубинского военно-патриотического воспитания молодежи получил однозначное одобрение, перспектива создания Одинцовского кадетского корпуса уже не кажется такой туманной. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.